Здравия желаю! Итак, почему у нас работает... Почему, как говорится, может работать вечный двигатель? Сейчас я тут понаписал. Потому что при увеличении оборотов на движение мотора или колеса, или там ещё какого-то устройства, станка, нужно всё время, всё меньше и меньше энергии, чем больше скорость вращения двигателя. Это видно, когда при пуске мы не можем запустить двигатель из сети, и берётся уйма энергии сразу. А по мере того, как вращение ускоряется, энергии нужно всё меньше и меньше. То же на автомобиле вы когда запускаете, сколько вы там, по 500 ампер прокручиваете, чтобы прокрутить это колесо. А потом оно крутится уже по инерции. То есть почему? Потому что чем больше вращение, как вращение ускоряется, энергии нужно всё меньше и меньше. То есть тело теряет вес. Любое тело теряет вес при... Отрывается как бы от земли, теряет вес. В итоге путь к энергии бесплатный. Это ускорение до самых возможных высоких оборотов. Тут только нужны крепкие детали, крепкая сталь, хорошая термозащита, обмоток и более ничего. Ибо с увеличением скорости теряется вес. Чем больше скорость, тем всё легче. Или колесо стоит на месте, вы его не можете... Вот телега на месте стоит, вы не можете сдвинуть. А когда оно покатилось, вы чуть-чуть пихаете, оно идёт. Ибо с увеличением скорости теряется вес. Об этом учёные молчат. Раз теряется вес предметов, значит на их кручение, на работу ихнюю, энергии нужно всё меньше и меньше, чем выше скорость вращения. Тем легче становится предмет. То есть на этом основании дорога к вечному двигателю, который получается путём кручения старым методом, открыто. Есть ещё методы, но про это я не изучал, это то, что я изучил. Наглядный пример я вот сейчас вам покажу. На вот этом вентиляторе обычно, вот он, видите. Сейчас его сюда поставим. Вот этот вентилятор. Ставим сюда. Вот так вот. И смотрим. Вот я его, допустим, выключил на ноль. Видите? Вращение продолжается. Считайте, сколько секунд. Это свободная энергия. Дальше включаю на единицу. Сначала он медленно, видите, всё быстрее, 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 быстрее. А энергия-то поступает со счётчика одной тоже. Вот счётчик. А почему он всё быстрее и быстрее? Да потому что ему не... Потому что легче стал этот... Пропеллер легче стал от скорости. А вот я на два. Сначала тоже медленно, потом, видите, опять... Быстрее, небыстрее, небыстрее. Вот на три. Ещё надо меньше энергии. То есть, чем... Если тут было ещё четыре, пять, шесть, там... А теперь выключаем. Сколько крутится. Ну, это у него ещё лёгкое, это самое. Вау. Вот ещё раз. Выключаем. А он продолжает вращение. Сколько ещё, видите, времени. Вот, это вот каждое вращение. Если двигатель у вас, допустим, вы включили. Раз, он сразу встал. У него нет свободной энергии. Вообще ноль. А если он крутится после того, как это самое... Вы выключили. Если даже ещё и нагрузка есть, он всё равно крутится. Но нагрузка тоже раскрученная должна быть. Нагрузка также будет раскрученная, если к нему прицепить нагрузка от него. То есть, причина, потеря веса, причина того, что можно создать вечный двигатель, потеря веса. Теряется вес. Чем больше скорость, теряется вес. А раз вес теряется, значит, надо энергии всё меньше и меньше. То есть, получается, КПД, смотря какие скорости, может, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6. Это я понял на своём двигателе, когда вот проводил опыт, значит, получается, значит, чем больше раскручиваю, допустим, ставлю на 50 ватт. И смотрим по счётчику энергии. Энергии столько же, если включаю на 150 ватт, на холостом ходу. То есть, в этом и секрет. Потеря веса, значит, путь один. Инерция, значит, это... Не надо делать на медленных скоростях, если вы делаете какие-то генераторы с помощью кручения. Если какие-то там по принципу другому, я туда не вникаю. Там, в свои законы. Но вот закон здесь, потеря веса. То есть, при... Чем сильнее скорость, тем предмет становится легче. Почему так происходит? Да потому, что он отрывается, как бы отрывается, от взаимодействия, перестаёт взаимодействовать, отрывается от взаимодействия. И как бы это самое... Энергия поднимает, поднимает его, как бы, вверх. То есть, становится легче всё. И воздух становится легче, разогревается, и всё прочее. Но это я не буду в это... Это, в эти, как говорится, в дебри заходить. То есть, основное, значит... Вечный двигатель возможен, так как при увеличении скорости вес предмета теряется. До свидания.